МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В выпусках диалога у озера мы нередко знакомим вас, уважаемые наши телезрители, с представителями районной власти. Нам кажется интересным, представляется интересным предоставить вам информацию, наиболее полную информацию о тех людях, которые возглавляют наш район. Мы хотим вам дать больше информации и о профессиональных качествах этих людей, и о человеческих качествах, и, может быть, дать дополнительные биографические сведения. Сегодняшняя наша передача не исключение. У нас в гостях первый заместитель главы курортного района Андрей Александрович Константинов. Андрей Александрович, добрый вечер! Здравствуйте! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Меня зовут Юрий Гурченков, и я объявляю традиционный зрительский конкурс. Сегодня победитель этого конкурса, которого в конце передачи определит наш гость, получает приз, это поездки от такси 434-0000 на сумму 600 рублей. А мне бы хотелось начать наш разговор с вот такой вот справки, биографической. Я думаю, это станет хорошим поводом для начала нашего разговора. Ваш дед – прокурор, генерал-майор, начальник транспортного и прокуратуры Северо-Западного военного особого района. И в то же время он возглавлял комитет партийного контроля при Ленинградском обкоме. Вы свое детство провели в Ленинграде на Петроградской стороне, в квартире дедушки жили с родителями, пока те не переехали в Москву на родину отца. В прошлом году вы, Андрей Александрович, передали книги из библиотеки своего деда в библиотеку имени Зощенко. Вот не случайно такая длинная прелюдия, потому что многие считают вообще вас москвичом. Хотя на самом деле, как выясняется, у вас корни-то питерские, но вы были какое-то время в Москве. Работали в Москве. Совершенно верно. Моя мама, хотя родилась на Алтае, где дедушка проходил службу очередные годы, нес прокурорское послушание. После этого он был переведен в Санкт-Петербург. И школу мама закончила здесь. Отучилась в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта. И, в общем-то, до замужества проживала здесь. Вот. Поэтому, конечно, можно считать, что корни-то у меня питерские. Вот. Здесь у меня тетка с дядей проживают. Дядя вот умер, к сожалению, несколько лет назад. У меня здесь брат. Вот. У меня здесь родные могилы. Вот. Поэтому несколько месяцев в году, насколько позволяла учеба в школе, я жил именно здесь. Знал город лучше, чем Москву. Вот. Поэтому несколько лет назад с удовольствием вернулся сюда. У нас есть звонок. Давайте послушаем нашего телезрителя. Говорите, пожалуйста, слушаем вас. Алло. Алло. Да, добрый день. Добрый вечер всем присутствующим в студии. Андрей Александрович, меня зовут Маргарита. Я хотела бы вас, во-первых, поблагодарить за вас трудотворный, очень результативный труд. Сестра-Рес становится от года от года все красивее и красивее. И вам большая благодарность от всех сестра-ресчан. У меня два вопроса к вам. Алло. Да, слушаем вас. Первый вопрос. Вот визитная карточка Сестра-Реска является, предположим, Сестра-Реский курорт Дубки. Предполагается ли какая-то разработка какого-то проекта в ближайшем будущем, который превратится тоже в красивую и визитную карточку нашего города? И второй вопрос. Вы состоявшаяся личность и руководитель. Есть ли у вас друг или были ли друзья, которые повлияли, в общем-то, на становление вашей личности? И, если не секрет, кто они? Спасибо вам большое. Спасибо. Интересные вопросы. Да, здравствуйте, Маргарита. Спасибо большое за благодарность и оценку моего вклада в жизнь района. Буду стараться заслуживать благодарственных слов от жителей и дальше. Визитная карточка Сестра-Реска. Хотелось бы сделать парк Дубки, как вы правильно сказали. Визитная карточка Сестра-Реска. Ведь у нас есть пример. Парк Зеленогорска, который динамично развивается. Парк наполняется различными аттракционами, различными интертейментами, представлениями. Почему не делается это с Дубками? Ну, ответ прост. Дубки являются зоной особо охраняемого ландшафта, который защищен законами Санкт-Петербурга о специальных территориях. И еще охраняется комитетом по защиту памятников истории архитектуры. Поэтому любое строительство и любое развитие этого парка, к сожалению, сейчас наталкивается на определенные преграды. Мы просто не можем этого делать, за исключением того, что поддерживать парк в том состоянии, в котором он сейчас есть. Что касается какой-то Сестра-Реской доминанты, которая могла бы запомниться и стать визитной карточкой. Ну, во-первых, Сестра-Реский разлив всегда ассоциируется с такой вот титульной картинкой города. Особенно, когда вид сверху. Ну, все знают эти фотографии, и они всем очень нравятся. А во-вторых, почему бы нам не объявить конкурс на именно вот такое вот... Это будет или сооружение, или какая-то, я не знаю, действительно такая инсталляция, или какая-то картинка, которая явилась бы визитной карточкой Сестра-Реска. Можно предложить муниципалам подумать на эту тему. Что касается второго вопроса. Вероятно, я так думаю, что управленческие таланты, любовь к управленческой работе, она передается по наследству. У меня отец был директором крупного авиационного завода в Москве. И, в общем-то, наверное, не друзья повлияли на мой выбор профессии и на становление каких-то моих способностей в этом плане. А вот именно общение с отцом, ну и какие-то гены, которые передались мне, повлияли вот на то, что вы видите перед собой сегодня. Вы знаете, если можно, я хотел бы вернуться немножечко к новой визитной карточке. Я понимаю тяжесть проблем, о которой я сейчас скажу. Очень хорошей доминантой, новой мог бы стать арт-центр под названием Мосин. Я имею в виду, если бы удалось выкупить завод инструментальный, который находится, как я знаю, из океанских хозяев, которые неизвестно вообще, где, как и есть ли они на самом деле. А вот эти пространства могли бы решить проблему и с Домом культуры, и вообще очень внести активную такую арт-составляющую в жизни района. Хорошее предложение. В этом вопросе точка еще не поставлена. Много лет заокеанские наши партнеры не могут найти применение купленному ими давным-давно активу. Поэтому весьма возможно, что мы продолжим с ними диалог о продаже этого объекта. И тогда, возможно, мы вернемся к вопросу о строительстве там чего-то подобного. А у нас есть звонок, слушаем телезрителя нашего. Говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Андрей Александрович. Здравствуйте. Здравствуй, Галина Васильевна. Галина Васильевна. Уж раз началось с благодарности, то Андрей Александрович Вас и жители Зеленогорска хочу поздравить тем, что абсолютным лидером в борьбе за звание «Лучший район Петербурга» стал Зеленогорск. Он на первом месте сразу по нескольким номинациям или параметрам. Сказанные «магазины рядом», «вокзал рядом», «центр тоже близко», «чистота», «порядок» и так далее. Я очень рада за свой любимый Зеленогорск. Так держать. Но, Андрей Александрович, у меня все-таки есть два вопроса к вам. Когда, вот, обращаясь в наш жилком сервис, то часто приходится слышать, что нет сантехников, все увольняются из-за низкой зарплаты. А мы, квартиросъемщики, такие сети, имеем большие задолженности по квартплате. Вот. В связи с этим у меня вопрос. Как вы относитесь к тому, чтобы жители платили напрямую? Ну, тепловикам там, водоканалу, ну и так далее. Платим же мы отдельно за газ, электричество. И если кто-то задолжал, то эти люди придут и отключат то, что им должны. За то, что им должны, не платят. И второй вопрос. Подтвердите, пожалуйста, или опровергнутся слухи о том, что вход в парк Дубки собирается сделать платным. С другой стороны, очень хорошо, что парк Дубки не наполняется всякими аттракционами и прочим, и прочим. Уже зеленогорский парк, он не похож на парк отдыха, на какое-то игровое поле. Спасибо. Спасибо, Галина Васильевна. Как всегда, вопросы актуальны очень. Добрый вечер, Галина Васильевна. Спасибо за добрые слова. Значит, сразу начну со второго вопроса. Платный вход в Дубки. Ну, ничего не слышал про это. И, скорее всего, это только слухи. Ну, потому что вопрос, он был бы на слуху, он бы обсуждался, были бы какие-то директивы, присланные из Комитета по культуре Санкт-Петербурга в район, с тем, чтобы рассмотреть такой вопрос, администрировать эти платежи. Ничего подобного нет, поэтому, ну, не более чем слух на сегодняшний день. Что касается ЖКС. Да, есть нарекания. Да, они примерно на одном уровне остаются, их больше не становится, ну, и не становится меньше. Значит, работаем с людьми, указываем на недостатки, но вот работаем с теми, кто есть. Не всегда люди понимают, как надо себя вести, имеют зачастую превратные представления об этике общения с жителями, да и вообще с окружающими. Ну, к сожалению, это так, и тут есть над чем работать. Значит, платежи напрямую. Все ресурсоснабжающие организации, будь то Водоканал, будь то Петербург Теплоэнерго, поставщик тепловой энергии в районе, или же, ну, электричество это отдельно, да, я о нем скажу. Они всячески стараются убежать от такой проблемы, потому что они понимают, что розничный сбор платы – это очень тяжелый и неблагодарный труд, который требует огромного количества персонала. И, значит, как бы им ни предлагали, они всегда говорят, нет, пусть будет агент по сбору денежных средств с населения в виде управляющей компании или в виде ВЦКП, который вот у нас в городе есть, да, это вот центр сбора платежей. Поэтому заставить их собирать напрямую платежи, ну, представляется серьезной задачей. Во-вторых, так практически даже отправляя платежи в ЖКС по квитанции, ЖКС этих денег не видит. Они транзитом тут же проходят через городской центр, вот, упомянутые именно в ВЦКП, и напрямую разверстываются по поставщикам услуг. То есть эти деньги в ЖКСе никогда не оседают более чем там на несколько часов в день. Другое дело, жилищная доля, которая остается в жилком сервисе, и уже жилком сервис платит там за обслуживание лифтов, за вывоз мусора, за уборку лестничных клеток или придомовых территорий. Это жилищная доля. А доля ресурсная, она практически напрямую уходит сразу ресурсник. Ну, вот, примерно как-то так. Я бы хотел вернуться к элементам ваших, к моментам, связанным с вашей биографией, да, и спросить вас, вот вы в Москве и в Питере пожили, а какой город по духу вам ближе? Ну, безусловно, Санкт-Петербург. Безусловно, Санкт-Петербург. Эти города вообще сложно сравнивать. Питер можно сравнить. Я вот поездил сейчас по северо-западу и в том числе за рубеж. Конечно, это близко к Хельсинки, это близко к Таллину, это близко к прибалтийским городам. Вот здесь дух какой-то сравнимый, да, это такая архитектура, это определенный климат, погода схожая. А Москва совершенно другой город и по духу, и по факту наполнения вот архитектурой, ну, и так далее. Вот момент, еще связанный тоже с биографией, это передача книг в библиотеке Зощенко. Почему вы решили это сделать, какие книги вы передали, и вообще, что сейчас книга в вашей жизни? Удается ли вам найти время для того, чтобы читать какие-то книги? Уже упомянутые родители моей мамы, дедушка с бабушкой, занимались собирательством книг. Они много читали, при этом бабушка была учительницей, вот, и им удалось собрать в библиотеку порядка трех тысяч книг. Вот, потом эта библиотека была поделена между детьми, то есть моей мамой и дядей, по полторы тысячи книг каждому. Значит, наши книги уехали в Москву, а книги, которые достались сыну, вот, они остались здесь. Поэтому, что я, что мой брат, мы, в общем-то, с детства привыкли много читать, и читать много хорошего. То есть это были собрания сочинений классиков, в том числе зарубежных. Это была поэзия, вот, это были там произведения, я не знаю, поэмы Шекспира. То есть у нас до сих пор хранятся книги, прижизненные издания Пушкина, прижизненные издания Лермонтова. То есть что художественная литература сформировала ваше мировоззрение? Художественная литература сформировала правильность понимания русского языка. То есть я могу совершенно точно сказать, что я пишу без ошибок, да. Я умею строить фразы, я понимаю, как объясниться, да, как выразить свою мысль. Конечно, безусловно, это дали книги, и ничего более, чем они могли дать, вот, другого я не знаю. Мировоззрение, оно формируется, ну, да, в том числе и от содержания книг. Да, раньше книги были про доброту, про то, что добро всегда побеждает зло в основном. Вот, ну, вот на них мы и воспитывались. А что я люблю? Ну, прежде всего, автобиографическое произведение, автобиографическая проза. Это про сегодняшний интерес. Про сегодняшний интерес, да. Интересуюсь публикациями истории авиации и почему-то медициной. То есть я так понимаю, что в следующей жизни я буду медиком. Или был в предыдущей. Вот прям захлеб читаю иногда. Если не брать классику и сказать конкретно, ну, например, там, Новиков Прибой, да, Цусима, я несколько раз перечитывал. Вообще морские книги на тему морских сражений, морских путешествий, открытий тоже меня весьма привлекают. Может быть, юношеский дух романтический. Виктор Конецкий, да. Валентин Пикуль. Ну, и работы по личностному росту или там личностный тренинг, это называется, там, Дейл Корнеги, Брайан Трейси. Тоже очень полезное упражнение, почитать и осознать, кто ты и на каком ты, в общем-то, уровне находишься и как ты можешь самовыражаться. У нас есть звонок. Давайте послушаем нашего телезрителя. Говорите, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анна Григорьевна. Очень приятно. Я старейшая жительщик Торецка. Живу в нашем любимом городе с 1944 года. Уже много лет мы, я не одна, мечтаем о том, чтобы в нашем городе был создан краеведческий музей. Наш город вполне этого заслуживает. Подскажите, пожалуйста, может быть, надо из интуиастов создать инициативную группу помощи администрации? Что вы по этому поводу думаете? Как надо действовать? Спасибо большое. Спасибо, Анна Григорьевна. Актуальный вопрос. Добрый вечер, Анна Григорьевна. Мы и полгода назад на моем предыдущем эфире обсуждали этот вопрос. Действительно, эта тема актуальна. Вопрос уже назрел. Собрано, наверное, много уже экспонатов для будущего краеведческого музея. Осталось только найти помещение. Мы приняли решение все-таки дождаться строительства Дома культуры. И там мы запланировали шикарное помещение для краеведческого музея. То есть специально приспособленное. Сейчас его роль пока может играть арт-курорт, который находится в здании администрации курортного района. И там какие-то фрагменты краеведческого музея периодически экспонируются. Как пилотный такой. Как пилотный, да. Но вот пока в таком режиме. А мы никак не можем закончить тему, связанную непосредственно с вашей биографией. И услышать от вас, а какие же книги из вашей обширной, как выяснилось, библиотеки, вы передали библиотеке Сощенко? Книги разные. Там есть детские книги. Это сказки разных народов мира. У меня целая подборка была. Например, там сказки Верховины. Это вот прикарпатских народов. Или же эпос карельского народа Калевала. Ну вот такого типа. Много прозы. Это проза 60-70-х годов 20 века. Там есть и известные авторы. Там, например, Даниил Гранин. Несколько книг. Есть книги менее известных авторов. Скажем так, в то время было актуально направление социалистического реализма. Много книг на производственную тему. Много книг на тему межличностных отношений. Много романов. То есть разные совершенно книги. Они подойдут совершенно широкой аудитории. Поэтому я думаю, что ими с удовольствием воспользуются. А это была такая торжественная передача, да? Нет, нет. Торжественной передачи не получилось. Я упаковал книги в 10 огромных коробок. Привез их в администрацию. У меня их забрали в библиотеку. Я думаю, что все торжества по этому поводу меня еще ожидают впереди. Ожидают. А нас ожидает звонок телефонный. Давайте послушаем нашего телезрителя. Говорите, пожалуйста. Слушай вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Людмила Петровна. Конечно, может, я и не по теме. Но вы знаете, вот мы живем в Токарево 15, 15-я парадная. Вот наша парадная, вот самый натуральный бомжатник. Двери всегда нараспашку. Нет домофона. Стены сырые. Все течет. Стекла все выбиты. Парады никогда не убираются. Но живем, как я не знаю кто. Даже обидно, что вот в таком вот все советские такие парадные. Но ни до кого не допроситься. Помогите, пожалуйста. Спасибо. Да, это СОС. Людмила Петровна, ну, ничего не комментирую. Записал, проверим, примем меры. Скажите, пожалуйста, а вот вы анализируете, конечно, вот свою деятельность тоже как бы со стороны пытаетесь посмотреть на то, что вы делаете. Считаете ли вы, что вы на своем месте? Видите ли вы какие-то для себя перспективы развития? Я считаю, что я на своем месте. Может быть, это не скромно и не самонадеянно звучит. Но, тем не менее, я чувствую, что у меня получается. И когда получается, это нравится. А когда нравится, получается еще лучше. То есть здесь в хорошем смысле слова такой замкнутый круг. И он позволяет прогрессировать. Что касается, рассматриваю ли я и могу ли я пойти куда-то дальше по своей карьерной лестнице? Конечно, да. Почему бы и нет? Я, в общем-то, всегда готов взять на себя какие-то дополнительные обязательства, дополнительную ответственность, где надо обучиться и всегда открыт к чему-то новому. А вот какие из проблем района вы считаете сейчас наиболее злободневными? Ну, если не брать мелкие проблемы, которые можно перечислять долго и часами, то, думаю, что две больших проблемы, к которым надо подступиться и начать их решать, воплощать. Они, конечно, емкие, и капиталы емкие, и трудоемкие, но тем не менее. Первая проблема – это берегоукрепление Финского залива, берегов Финского залива. На эту тему недавно вышел интересный журнал, который издается Комитетом природопользования. Он посвящен практически весь теме берегоукрепления курортного района. К сожалению, берега размываются. К сожалению, мель наступает на берег, пески уходят, берега подтапливаются. И этот процесс, боюсь, необратим, если не принять каких-то мер. И второе – это, пожалуй, сохранение и восстановление, реновация деревянного жилого фонда, которым, в общем-то, славится курортный район. Плохо будет, если все деревянные дома заместятся кирпичными, безликими многоэтажками. А не поздно, кстати? Еще не поздно. Поэтому надо за это дело нам всем миром взяться. Город вызвался помогать. Сейчас эта программа находится на рассмотрении. Конечно, она должна была уже в марте этого года быть сверстана. Но, тем не менее, до сих пор она на рассмотрении в Комитете имущественных отношений. Мы надеемся, что, наконец-то, будет эта программа, начало ее реализации. Найдется инвестор, который будет вкладывать деньги в восстановление деревянных заброшенных домов, красивых домов, которые, как я уже сказал, формируют облик курортного района. Да, это чрезвычайно важная, на мой взгляд, проблема. И, конечно, хотелось бы, чтобы это получилось. Но постепенно мы возвращаемся к таким приземленным вопросам нашей жизни, но без которых обойтись тоже невозможно. Начался отопительный сезон. Он начался неожиданно? Или никаких неожиданностей здесь не возникло? Никаких неожиданностей не возникло. В городе работает хорошо отлаженная система подготовки к отопительному сезону. Жилищный комитет, жилищная инспекция четко, совершенно контролирует весь ход подготовки. Районы прекрасно понимают свою ответственность и обязанности, которые должны в ходе этой подготовки исполнить. Поэтому все было в плановом режиме, без надрывов. И район оказался готов в нужное время к отопительному сезону. У нас есть звонок, и давайте послушаем нашего телезрителя. Говорите, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Николай. Очень приятно. Я звоню с улицы Драгментальщиков. У нас в парадной второй год подряд каким-то таинственным образом исчезает скамеечка. Ни присесть на лиду, ни бабушке, ни женщинам сумку не поставит. Второй год подряд. Если можно, помогите, пожалуйста. А какой номер дома, скажите, пожалуйста. 15. 15. Угловая парадная. Угловая? Да. Со стороны парка. Ну, как это называется, ремонт или как-то. Да, все записано. Спасибо, что... Ну, то есть парадная, у которой нет скамейки, это ваше. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. А мы возвращаемся тогда к отопительному сезону. И вот в одном из новостейных сюжетов прошла информация о таких распространенных воздушных пробках, которые встречаются в отопительных системах. Существует ли какой-то способ вообще от этого избавиться раз и навсегда? Ведь сейчас уже новые системы отопительные стоят. Может быть, у них предусмотрено решение этой проблемы? Ну, проблема решается однократным вручном режиме поднятием давления в системе отопления, давления воды, естественно, с тем, чтобы вот это давление в короткий промежуток времени вытеснило весь воздух, который скопился в трубах, в радиаторах, ну, вообще в системе. Этого не делается, потому что у нас котельные автоматические. Вот. И поэтому температура теплоносителя, равно как и давление, поднимается плавно вслед за плавным же изменением температуры наружного воздуха. Да. Я думаю, что мы попробуем поставить этот вопрос вот такой разовой процедурой в начале отопительного сезона, как бы вот продувка цистерн, что называется. Если это технически возможно, то мы попробуем добиться от Петербурга теплоэнерго, чтобы это делалось. Тогда, конечно, это в разы уменьшит количество жалоб жителей. Вот. Ну, а пока вот бегаем и в таком дежурном режиме затыкаем эти дырки. А вот скажите, я все время как бы вот думаю, беседуя с представителями там ЖКХ, например, потому что все эти проблемы, они как бы из года в год повторяются, да? И возникает ощущение, вот как у журналиста, у стороннего наблюдателя или потребителя этих услуг, да, что есть какое-то стандартное решение, которое могло бы раз и навсегда закрыть просто эту проблему и к ней не возвращаться. Все-таки с представителем администрации вашего уровня хотелось бы говорить немножко о других темах, а не о воздушных пробках. И если эта система проектировалась, неужели в них, учитывая опыт многолетний предыдущий, нельзя было это сразу запроектировать как-то? Мне трудно представить, что в Хельсинге бегает сантехник и сдувает пробки из системы отопления. Наверное, там это как-то сделано. Вообще на Западе нет понятия квартальная котельная, которая отапливала бы сразу там с десятки или с четверть десятков домов. Там в каждом доме есть своя котельная, которая работает только на этот дом, будь он одноквартирным или там несколько квартирном доме. Вот. Ну, поэтому там этот вопрос решается индивидуально. Ты пошел в свою котельную, дал давление, и у тебя это все прошло, да. Что касается проектировщиков, ну, мне трудно сейчас сказать, да, как они прогнозировали, вот будет такой дефект или не будет. Вот. Ну, вот не знаю. Ну, то, что мы попробуем от него избавиться, я обещаю. А вот скажите, вы ведь в курсе всех новостроек района, да? Вы же знаете, знакомитесь, наверное, с проектами новых домов, которые строятся в районе. Да. А вот, чтобы избавить себя от головной боли, связанной, ну, например, с вот этими же пробками, когда вам приносят этот проект на рассмотрение, вы задаете, наверное, какие-то вопросы проектировщикам? И, в частности, может быть, задать им вопрос, а как у вас, ребята, с отоплением-то, как у вас с вашими достоинными пробками? Как это-то будет решаться? Дело в том, что строитель и проектировщик дома этот вопрос не решает, потому что мы подключаемся к существующей системе теплоснабжения, которая работает в районе. В районе работает Петербург Теплоэнерго. У них стандартная вот эта вот процедура, да, подключение к этим сетям. Поэтому, как только новый дом подключается к этим же сетям, он... Те же проблемы. Он имеет те же проблемы, да. То есть вы заложники... Мы заложники вот этой системы. Значит, в городе работает ТГК-1 или там, ну, другие теплоснабжающие организации, городские сейчас, потому что это Газпромовская структура, да. Там другие параметры и другие проблемы. Там этого нет. Ну, давайте теперь углубляться в проблемы, связанные с жизнью района еще больше. И давайте поговорим о вывозе мусора из частных домов. Очень много вопросов по этой теме возникает, но... Да, давайте вот сейчас с нее. Ну, эта проблема, она всегда была, она продолжает оставаться. Несмотря на то, что в прошлом году была запущена... Были запущены изменения в федеральное законодательство с тем, чтобы обязать жителей частных домов платить за вывоз мусора, так же, как делают это жители многоквартирных домов. Эта норма вступила в действие с начала этого года, 2016-го. Но пока мы не видим, чтобы она привела к какому-то, ну, такому прорывному результату. Не хотят платить. Люди не хотят платить, потому что нету никакого наказания за то, что они не заплатят. Вот, скорее всего, когда появится обратная связь, и люди будут понимать, что если они не заплатили, то будут какие-то санкции применены, да, тогда этот вопрос пойдет веселее. Вот, на сегодняшний день я просто приведу несколько цифр. Значит, в прошлом году мы сделали пилотный проект в Зеленогорске. На 12 площадках мы установили 18 заглубленных контейнеров для сбора мусора от частного сектора. И разработали программу. Мы силами курортного берега идем по домам, стучимся в каждую дверь, объясняем, почему надо заключить договор, сколько это будет стоить, что будет происходить по этому договору. Мы сделали несколько сюжетов. Мы сделали игровой фильм, который показали, в том числе и по кабельному нашему телевидению. Результат. Результат. Значит, ориентировочное количество частных домовладений города Зеленогорска – 1100. Из 1100 домовладений взяли договоры для рассмотрения 500, половина владельцев частных домов. Это, значит, за 9 месяцев, с 16-го года. С 68 домовладениями заключены договора. 500 взяли, 68 заключили только. Из них регулярно оплачиваются 54. Ну, сами видите, что процент ничтожен. При этом стоимость вывоза и утилизации мусора от одного домовладения силами курортного берега составляет в месяц 337 рублей. Или в год – это 4053 рубля. Ну, не бог весть, какие деньги. А куда жителям мусор девают тогда, получается? Ну, первое – стихийные свалки. Отъехали от дома на машине, швырнули в лесочек. Второе – по дороге в город есть какая-нибудь контейнерная площадка. Остановились – туда выбросили. Третье – если частный сектор находится рядом с многоквартирными домами, идут на контейнерные площадки многоквартирных домов. Естественно, площадки затовариваются мусором, ну, и вот со всеми вытекающими последствиями. А жители многоквартирных домов, которые платят тариф, получается, что они оплачивают вывоз мусора из-за частных секторов. То есть, ну, это неправильно совершенно. В итоге, сейчас мы имеем 11% в среднем по району заключенных договоров от количества возможных таковых. Вот, поэтому, что нового? Значит, со следующего года, вернее, с 1 октября 2017 года в Санкт-Петербурге появляется единый региональный оператор по мусороудалению. Он будет так называться. Это во всех субъектов федерации будет вводиться единая компания, которая будет оператором по мусору. Вот. Под это дело разрабатывается территориальная схема обращения с отходами, разрабатываются новые нормативы накопления и тарифы на вывоз. И есть надежда, что эта система заработает и каким-то образом будет такая единая для всех. То есть не локальная для Зеленогорска одна, для другого перевозчика другая, а вот общая. Я не могу понять, это ваш оптимизм по этому поводу, потому что, как люди не платили, так не покажется, какая система. Нет денег у человека, он платить не будет или принципиально не хочет. Нет оптимизма. Но я думаю, что это федеральная система. То есть тогда на федеральном уровне потребуется разработка правил, как заставить это делать. Наверное, вот это может сподвигнуть. Сегодня в нашей студии первый заместитель главы курортного района Андрей Александрович Константинов. Напоминаю вам о конкурсе на самый интересный вопрос. Уже достаточное количество этих вопросов поступило. В конце передачи Андрей Александрович выберет наиболее интересный вопрос. И телезритель его задавший получит приз. Сегодня это приз от такси 434-0000 поездки по курортному району на сумму 600 рублей. А мне бы хотелось немножечко потешить наших автомобилистов и спросить вас вот о чем. Проблема с парковками, она актуальна и неразрешима в тех районах, в тех зданиях, домах, которые уже построены. Но вот то, что сейчас строится в курортном районе, жилье, там как-то предусматривается уже решение этой проблемы? Ну, безусловно, никакому застройщику не дадут разрешение на строительство, если заранее не соблюден норматив размещения автомобилей будущих жильцов. Значит, для этого используются схемы, так называемые схемы размещения, на которых каждый автомобиль должен где-то поместиться. Значит, берется норматив от количества проживающих, это там определенное количество процентов, которые предполагается, что семья из трех человек будет иметь автомобиль. Значит, далее часть автомобилей планируется, что будет размещена на подземной парковке, которая сейчас практически у каждого строящегося дома имеется. Да, уже редкие дома, ну, небольшие, наверное, которые строятся без подземной парковки. Большие дома строятся с подземными парковками. Машины, которые не помещаются, размещаются вокруг дома, на прилегающих улицах. Рассчитывается количество этих парковочных мест, исходя из средней длины автомобиля. И вот они размещаются, вот, как бы, облепляют этот дом по улицам. Поскольку разрешение на строительство обычно выдается, значит, эти нормативы соблюдены. Другое дело, что заполняемость подземного паркинга, она чисто теоретическая. То есть, рассчитывается, что он будет заполнен на 100%, но, как правило, заполняемость его начинается с 30, и там через 3-4 года проживания доходит, там, до 50-60 и встает опять. Наверное, это объясняется дороговизной подземных паркингов. То есть, средняя цена паркинга подземного, например, там, по Приморскому району я сужу, порядка 600-700 тысяч рублей. Ну, давайте мы сейчас зафиксируем такой момент, что сейчас в строящихся домах планируется и обязательно есть парковщик. Обязательно есть парковщик. У нас есть звонок нашего зрителя, давайте послушаем. Алло, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за передачу. Можно задать вопрос, но не об автомобилях, а вот о том, что вот кому платить за домофон? Будьте добры, как вас зовут? Меня зовут Ирина. Ирина, спасибо. Вот смотрите, например, в квитанциях теперь пишут ПЗУ, там, содержание, ремонт ПЗУ. А те, кто ставили домофон нам, они нам присылают квитанции за год, и мы оплачиваем. Когда мы позвонили туда, которые нам ставили, они говорят, что жилконтора, она не должна писать строчку, что оплачивать. Вот кому платить, скажите. А свой адрес подскажите, пожалуйста. Владарского, 19. Спасибо, Ирина, за ваш вопрос. Владарского, 19. Как правило, платежи за запирающие устройства собирает управляющая компания. Управляющая компания выбирает одного, двух, ну максимум трех операторов, которые с ней работают по обслуживанию этих запирающих устройств. Это могут быть как производители этих запирающих устройств, так и совершенно сторонние компании, которые к производству этих систем не имеют никакого отношения. Вот, поэтому, ну, я слышал, что есть еще в нескольких домах споры на тему, кто же выставляет квитанции, потому что и ЖКС выставляет квитанцию, и компания, которая считает домофоны своими. То есть, два раза платить. Два раза платить, да. Но мы с этим нещадно боремся, поэтому я обращу внимание на ваш адрес и разберусь, значит, кому платить действительно. И, ну, мы как-то донесем эту информацию до жителей этого дома. Спасибо. Вот, Андрей Александрович, мы говорим о жилье в нашем районе, да, но мы не можем обойти с вниманием проблем, конечно, связанных с пляжами. В курортный же район, да. И это, может быть, основа здесь отдыха большинства граждан. Вот расскажите, пожалуйста, о рекреационном пространстве на пляже Ласковый, о тех возможностях, которые будут предоставляться людям с ограниченными возможностями. Ну, повторюсь, наверное, многие жители, конечно, знают, это было знаковое событие. Летом мы открывали этот пляж для маломобильных групп населения. В этом году мы сделали первый в Санкт-Петербурге пляж для инвалидов. Ну, назовем это вот так, более понятным словом, нежели там, маломобильные группы населения. Это пляж для людей с ограниченными возможностями передвигаться. То есть, в основном это колясочники, в основном это люди, передвигающиеся с помощью каких-то других медицинских приспособлений или с помощью других людей. Идея была подсмотрена у наших зарубежных коллег. То есть, такие пляжи во всем мире не редкость, они есть, да, и мы подумали, почему бы нам это не сделать. Этот проект начался в конце 2015 года. И вот 1 июля этот пляж мы открыли. На открытии был губернатор. Вот он освещался, это событие освещалось в прессе, в том числе в городской. Телевидение показывало. Что из себя представляет этот пляж? Это некое пространство, покрытое твердым покрытием деревянным, спланированное таким образом, чтобы последовательно разместить определенные зоны, которые будет посещать человек, приехав на пляж и решив либо позагорать, либо принять солнечные ванны, либо искупаться. Во-первых, это входная группа, где находятся охрана и кабинет медицинской сестры. Далее это проезд к санитарным модулям, где находятся специализированные раздевалки, специализированные душевые, специализированные туалеты, как раз приспособленные для людей, которые передвигаются на колясках. Вот. Затем у нас имеется там детская площадка, зона спортивных тренажеров, специальных тренажеров, которые позволяют людям с ограниченными возможностями каким-то образом заниматься физическими упражнениями на свежем воздухе. Далее кафе со специальными столиками, где можно подъехать, что-то заказать, не вставая с коляски, значит, столы специальные, где можно принять пищу. Далее зона развлечений, выездная библиотека, подвижные игры какие-то на свежем воздухе, интеллектуальные игры на свежем воздухе. Место просто, где можно собраться в кружок и пообщаться, послушать лектора кого-то или приглашенного артиста, например. И, собственно, выезды, такие вот вылеты на воду, на урез воды, чтобы можно было впоследствии съехать на песок в специальном кресле, который мы тоже купили. Губернатор подарил это кресло пляжу с такими специальными дутыми колесами, которые можно ехать на песке. На этом кресле можно заезжать в воду, а потом уже возвращаться и пересаживаться обратно. Вот такой комплекс мы открыли. Насколько он оказался востребован? И предполагается ли такой опыт распространить на другие пляжи? Не дешевое, наверное, удовольствие. Ну, удовольствие, конечно, не дешевое, потому что определенное количество денег на это было потрачено. Стоятельно-монтажные работы, закупка специального оборудования, да, это вот потребовало определенных расходов. Но востребованность оказалась огромной. То есть сначала люди немножко так присматривались, было после открытия небольшая пауза. А потом городские учреждения, районные учреждения других районов начали планировать свои приезды сюда. Мы разработали целый график. Там приезжал Калининский район, там общество инвалидов, там Выборгский район, Кронштадтский район. То есть уже начала вырисовываться целая система посещения этого пляжа. А когда есть регулярные посещения, то можно уже планировать и какие-то мероприятия, да, чтобы проводить с инвалидами. Ну что ж, замечательное начинание. У нас есть звонок, мы послушаем нашего телезрителя. Алло, говорите, пожалуйста. Алло, у меня вопрос Андрею Александровичу. Я живу на стимунице Альчика 15, меня зовут Сергей Семенович. Вопрос еще порядка. Отопление наверняка будет начислено с первого числа, а в доме еще и, можно сказать, что им не пахло по сей день. Как будет рассчитываться отопление и когда будет включено? Спасибо. Ну, отопление уже включено, и мы проверим, почему его нет. Вероятно, его, возможно, его нет в вашем квартире, в вашей квартире, например, да, а не в целом доме. Мы обязательно проверим, если будет установлен факт отсутствия отопления у вас в течение какого-то времени, безусловно, квитанции жилкомсервиса будут пересчитаны в сторону уменьшения. Давайте мы вернемся к теме, связанной с пляжами. Вообще, пляжи обретают более такой вид адаптированный под нужды не только людей с ограниченной возможностями, но и простых граждан, да? Но появляется новое оборудование какое-то на пляжах. Вот удастся ли сохранить это в зимний период? Не будет ли это как-то расхищено, испорчено и так далее? Есть такая опасность. Здесь рецепт только один. Нужно нанимать охрану, которой будет круглосуточно и круглогодично этим делом заниматься. Мы в бюджет следующего года заложили такое регулярное содержание этого пляжа, с тем, чтобы у нас там всегда присутствовали, во-первых, охрана, а во-вторых, в пляжный сезон там должны быть администраторы, которые работают в смену и которые следят за этим пляжем. Скажем так, ночной директор пляжа или там суточный директор пляжа, который выполняет все необходимые распорядительные функции на пляже. Ну, то есть, должен быть какой-то хозяин. К тебе приезжают, ты показываешь, рассказываешь, открываешь, закрываешь, вызываешь слесаря, если что-то сломалось, или сантехника и так далее. К сожалению, пока вопрос выделения этих средств на следующий год остался открытым, но надеюсь, что, может быть, по поправкам, которые будут в марте верстаться к бюджету 2017 года, мы эти деньги все-таки получим. А так, ну, этот пляж мы, в общем-то, попытаемся, конечно, отстоять в зимнее время, чтобы не допустить вандальных действий каких-то. Все, что можно было, мы сняли. Вот весь такой монтируемый инвентарь. Ну, оставили только там чугунное, то, что невозможно унести, или то, что не смоет штормами или торосами, которые будут, безусловно, наступать. Близится к завершению наш диалог с сегодняшним гостем, с первым заместителем главы курортного района Андреем Александровичем Константиновым. И нельзя обойти вопрос, связанный с газификацией района, и, в частности, вот с проблемой баллонов, газовых баллонов. Вот тот случай, который на улице Новой в Зеленогорске известен. Да, я напомню вкратце, что была такая коллизия, что половина абонентов была запитана от системы... Централизованной. Да, централизованной природного газа, а половина от сжатого. Нормативы запрещают совмещать эти системы в одном доме под одной крышей. Вот, поэтому надо было этот запрет обойти. В общем-то, всем миром навалились вместе с городскими службами, вместе с комитетом по энергетике, с районными нашими организациями, нашли выход. И могу доложить, что газификация улицы Новой завершена. Там 31 адрес, 31 квартира газифицирована. И все, мы готовы уже пускать газ. Все работы выполнены, вся документация сдана, проверена. Вот, так что вот это обязательство мы выполнили. Хотел бы я поблагодарить жилищное агентство курортного района, которое приняло участие, там, по аварийной статье финансировало определенные работы. Значит, Петербург-Газ, Балтийскую газовую компанию, которая проводила сами работы. Ну и двух своих работников из отдела благоустройства. Это Кузьмина Сергея Сергеевича и Уласенью Ивана Ивановича. Вот, люди известные, сестраевские, их все знают. И знают, вот, с хорошей стороны, оценивают их по их трудам. Поэтому, да, воздастся им за их благостные труды. Значит, остальные адреса у нас тоже на контроле. Мы в этом году 140 адресов газифицируем. И работы будут выполнены до 15 декабря. То есть, можем ли быть уверены, вот мы журналисты, что улица Новая в Зеленогорске мы теперь услышим только в негазовом контексте. Да, туда можно приезжать и жарить яичницу в любой квартире на газу. Ну что ж, замечательно. Мы постараемся воспользоваться вашим приглашением. И вопрос вот еще какой. Мы выходим незадолго до Дня благоустройства, 22 октября, да? То есть, у нас весной как бы были Дни благоустройства, и теперь вот осенью. С чем это связано? Ну, это связано только с одним, что есть желание сделать город чище. И Санкт-Петербург, и его районы. Вот. И весенней уборки оказывается недостаточной, потому что за промежуток полугодовой, который проходит между этими событиями, накапливается и мусор, и грязь, и листва. И, учитывая там близость залива, и воды, и наносной мусор, конечно, все это надо чистить. Поэтому мы сделали осенний месячник благоустройства, и осенний день благоустройства, он будет 22 октября. А какая активность граждан при этом? Наблюдается ли активность граждан? Ну, весной у нас вышло порядка 9 тысяч человек граждан, помимо организаций, которые выходят традиционно. 9 тысяч граждан, это прилично. Убрать хорошо, да. Осенью, как всегда, количество граждан немножко меньше выходящих. Холоднее, просто. Холоднее, да. Притом все привыкли есть весенний субботник, там, с Владимиром Лениным, когда-то убирались. А осенью это менее традиционно. Но, тем не менее, я всех приглашаю выйти, сделать около своего дома, около своего подъезда, на своей улице, чище, лучше, красивее. Красивее. Зрительский конкурс. Какой вопрос вам показался наиболее интересным? Пожалуй, отдам пальму первенства первому вопросу Маргарита, которая задала мне вопрос про доминанту Сестрорецка и про меня, как я вот стал таким. Так что Маргарите отдаем приз. Отдаем возможность проехать на такси по курортному району на сумму 600 рублей. Ну что ж, Маргарита, поздравляем вас с победой в этом конкурсе. И я благодарю участников нашей сегодняшней передачи, особенно тех, кто задавал свои вопросы. Все эти вопросы были очень важные, на мой взгляд, актуальные, излободневные. И что же, тогда все на субботник, на осенний, да? Да. И увидимся ровно через неделю. Спасибо. 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 STRUMMING Продолжение следует...